всем здравствуйте все кто смотрит мой канал увидел что у меня в моем месяце произошел такой случай как дтп или автоподстава в тот случай мне сразу не сильно был похож на дтп и идут дальнейшие действия по этому случаю а что именно как мне стало известно тот парень что прыгнул мне на автомобиль пару днями ранее его остановила патрульная полиция на улице кощеповского и у него было обнаружено вещество зеленого цвета растительного происхождения в приличном объеме где ему светила угловная статья но полиция новая полиция предложила ему посотрудничать а именно подставить меня вот такими действиями как мы видели как он прыгал на автомобиль в тот вечер я видел как два гражданских автомобиля пол вечера катались за мной и самое интересное что по иронии доли и так по случайности один из этих автомобилей ехал то время за мной по улице киевский когда прыгнул этот прыгун ну полиция рассчитывала на то что он прыгнет убежит я посмотрю что он скрылся и уеду себе просто а он вернется и вызвать у нас по 102 позвонит и что якобы автомобиль скрылся с места происшествия ну получилось что не так я после этого случая все действовал как согласно законодательства вызвал 102 позвонил 102 вызвал полицию и оформили соответствующие материалы здравствуйте но сбил человека он убежал 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 в прямом смысле слова убежал ну он просто не глядал я не саду не саду не саду не саду не саду не саду а потом через несколько дней я пошел обратился в рай и дел чтобы по моему делу мне сказали что человек не обнаружен дело закрыто ну закрыто так закрыто потом как мне стало дальше известно было дело открыто было более интересно открыто этот прыгун на через день обратился в травмпункт что его сбил неизвестный автомобиль понятно было сразу открыто уголовное дело против меня открыли уголовное дело на нанесение телесных повреждений следователь который вел это дело меня ни разу не вызвал на допрос не посмотрел мой автомобиль не провел экспертизу моего автомобиля ну они закрыли как так что у его были легкие телесные они это дело закрыли и передали на полицию рассматривать административное дело уже касательно меня после этого четвертой статьи это дтп что я там оказался виновным дтп а то что я якобы не выбрал безопасную скорость не начал тормозить вплоть до остановки и не ушел от столкновения ионос и иванечка транспортным засадом вазбе 73 днз это державный номерный знак а м 68 20 а те не вжив заходов для зменшения швидкости аж до зупинки тезе або безпечного объезда перешкоду разу виникнення небезпеки для руху внаслідок чего здійсним наїзд на пешехода колота а в внаслідок дтп громадянин колот а в отримал телесные пошкоджения тезе отримала механические пошкоджения было задано материальных сбитках как видно на видео я и тормозил и как мог уходил ну дальше чем уйти я не мог потому что там не ехал встречный автомобиль но в действии дтп в этом этот прыгун оказался невиновным оказался просто водитель который ничего не нарушает стал виновным потом инспектор патрульной полиции киричун который рассматривал это моё дело интересно вот реально который полицейский которым я есть конфликт который благодаря мне получил догану и всех патрульных полицейских только он рассматривал именно он рассматривал моё дело потому что он заинтересованный фальсификации касательно меня он меня вызвал 12 числа он отправил типа письмо мне на почту письмо я получил 16 в пол 11 утра а дело он назначил на 16 хотя согласно законодательства дело должно начинаться не раньше от пяти рабочих дней со дня получения письма а почта получила письмо свое распоряжение только 14 это дело должно было рассматривать не раньше 19 20 числа 12 числа отправлялась 14 числа была у вас в почте а сегодня 16 в почте она была она была в почте у меня было не у меня два дня два дня я понял за сколько дней я должен был быть согласно законодательства быть осведомлён вам за неделю отправили запрос 12 числа двенадцатого а ну-ка давайте посчитаем двенадцать плюс семь это сколько получается ну рабочие это получается сколько дней 7 рабочих дней или тем обычных дней да потому что вы хернёй занимаетесь вот я кричу блин но вы сами сказали двенадцать подождите двенадцатого числа вы отправили за 7 дней 12 рабочая неделя 12 12 плюс 7 это сколько получается то получается 19 а не 16 сегодня шестнадцать зрители которые пришли взять то выйти и покричить я вам еще раз говорю что засока вы сказали за семь дней давайте разберемся я вам еще и binary вы как то меня вы меня вызываете я не понял работе уже but not full scok рабочих не вы должны были освидомить bien хорошо скорее скажите заглядите за сколько рабочий дек compi2 за сколько рабочих дней вы должны были меня осведомить да если вы убию он я вам еще иначе общаться но я вижу aja да объясните поразда сколько рабочих court good вы должны были осведомить Сергей Иванович, я говорю еще раз, давайте будем общаться нормально. Все, хорошо, да, общаемся нормально. Скажите, за сколько дней вы должны были меня осведомить? Рабочая неделя, это 5 рабочих дней. 5 рабочих дней? На выходных вас никто вызывать не будет. 5 рабочих дней? Вы когда отправили? Понедельник, конечно. 12 числа? Понедельник, да. 12 плюс 5, сколько получается? Есть все материалы, в них есть копии, даже вам поделали, когда, как вызывать. Так за сколько? 12 плюс 5, это 17, это не 16 число. Я пришел, ну сразу и получил это письмо, пришел в полицию, уже понятно, я был опоздал. Но передо мной нарисовалась другая тоже интересная картина. Передо мной лежал протокол, в котором писал Киричун, в котором в пустом протоколе были расписаны свидетели, росписи, все, фамилия, имя свидетелей, росписи их, за то, что я якобы не явился в установленное время, в установленное место. Когда будет рассмотрение делать? Смотрите, вас вызывали на 10 утра, протокол составлен сейчас 10.53. Угу, 10.53. Как это вы, так протокол еще не составлен, смотри. Он уже составлен. Какое, вы написали время? Он уже составлен. Я уже здесь стою, сколько времени, что ты мне рассказываешь? Я дописывал в протоколе данные. Какой ты дописывал, на что он не сложит? Я дописывал в протоколе данные. Свидетели расписаны. Что ты творишь? Но ни одного подтверждающего документа согласно административному кодексу, что должен быть у полицейского, то, что он знает, что я осведомлен о месте и времени у него не было. И свидетели, то, что я не явился, подписались о пустом протоколе, что у меня есть зафиксированная видеокамера. Он при мне дописывал время, время складывания протокола, хотя это первые действия по протоколу, что происходит. И написал, что я не явился. Ну, короче, там смысла было уже что-то разговаривать, там клопотания какие-то подавать, какие-то доказательства. Смысла уже не было, потому что с полицией спорить, как бы это то же самое, что головой об стену биться. По пусту будет все. Ну, дальше мне назначили суд. Суд будет 30.06. Королевский районный суд. Ну, все, кому интересно, все, кто меня поддерживает, ну, так же, кто не поддерживает, всех приглашаю на суд. На суду будет интересно. Я буду полицию там рвать, в прямом смысле этого слова, потому что дело они это проиграют однозначно. Приблечь у меня их не получится в любом случае, ну, потому что суды у нас еще, как бы, слава богу, не прошли, скажем так, эту реформу, блин, и, как бы, могут еще не действовать по законам, хоть каким-то, чем наша полиция. Ну, всем пока. Если что-то будет интересное по этому делу, буду, конечно, улаживаться на канале.